История о домашнивании кур начинается с 2000 года до нашей эры. Согласно историческим данным, считается, что первые предки современных домашних кур жили в Юго-Восточной Азии. До сих пор существует четыре вида диких кур, от которых произошли современные куры. А домашние куры изначально распространились из Юго-Восточной Азии в Европу через племена, живущие в русских степях. Считается, что одомашнивание кур в Индии началось намного позже, чем в Юго-Восточной Азии. Развитие бизнеса домашней птицы ускоряется в начале промышленной революции. Птицефабрики, которые достигли высокой производительности благодаря первым современным птичникам, где тепло, светло и можно контролировать влажность, стали распространяться в 1920-е годы в Великобритании, а после Второй мировой войны — в Соединенных Штатах. В предыдущие годы производство мяса кур занимало второе место после производства яиц, и только взрослые куры, которые перестали откладывать яйца, были проданы на мясо. Однако с быстрым развитием технологий в середине XX века в качестве специализированной отрасли производство мяса кур обогнало яичную промышленность. Были усовершенствованы и изобретены новые методы строительства курятников, оборудование и кормление, и производство кур и яиц стремительно развивалось, превращаясь в гигантскую индустрию. Производство курятины нашло поддержку на рынках. Так как время производства в куриной мясной промышленности является очень коротким, интенсивное производство возможно на одной площади, рабочая сила дешевле по сравнению с другими сельскохозяйственными предприятиями, и куриное мясо дешевле, чем красное мясо. Хотя содержание жира и энергии ниже у птиц, таких как куры, индейки, утки и гуси по сравнению с говядиной и другими видами мяса, но они богаче белком. Яйца – очень богатый источник минералов, витаминов и белков, вкусный и легко усваиваемый. Куриное мясо и продукты содержат все необходимые аминокислоты в сбалансированном и достаточном количестве, наряду с низким содержанием жира и холестерина. Курятина является источником белка, богата витаминами В2, В6 и В12. Ведущими странами в области бройлерного производства являются Бразилия и Китай с более чем 13 миллионами тонн продукции и Европейский Союз с 11 миллионами тонн. В 1961 году мировое производство куриного мяса было 7,6 миллиона тонн. Сегодня оно составляет более 90 миллионов тонн. С точки зрения мировой проблемы нехватки продуктов, производство кур и продукции из них занимают ключевую позицию, потому что курица по своей природе является одним из экономичных продуктов, который может быть произведен быстро и легко. Сегодня кур разводят для получения мяса и яиц, и обе отрасли являются высокоокупаемыми. Во время периода кладки яиц среднее число яиц доходит до 330, можно получить 1 килограмм живого веса с 1,6 килограммов корма. Расширение и совершенствование производства кур – отличная возможность для будущего нашей планеты. За счет переработки мяса кур в такие продукты, как колбаса, суджук, ферментированные колбасы, ветчина и салями, создаются крупномасштабные экономические отрасли промышленности. Помимо этого, куриное мясо перемалывается со специями, заливают формы порциями и обваливают в специальной смеси муки, затем готовят и замораживают. Кроме того, полуфабрикаты из куриных продуктов, такие как шницель, наггетсы и донор, кебаб, готовятся за 5 минут и являются хорошей альтернативой для тех, кто живет в быстром темпе городской жизни. Еще один пункт прибыли куриных продуктов – курица под специальным соусом в меню магазинов фастфуда. Их конкуренция друг с другом быстро растет в последние годы. Первая остановка зрелых кур после 6 недель роста – в Бойне. В мусульманских странах кур режут по исламским правилам, в то время как во многих странах это осуществляется с помощью машин. Куры после забоя охлаждаются при 0,00 градусов Цельсия до 4 градусов Цельсия и упаковываются в течение 2,5-3 часов. Некоторых из этих кур отправляют на холодное хранение после прохождения контроля качества. Некоторых упаковывают в мешки, а оставшаяся часть отправляется на резку и дальнейшую переработку для диверсификации продукции. Куриное мясо более легко портится по сравнению с красным мясом, поэтому температура хранения и содержание микроорганизмов в начале хранения оказывают непосредственное влияние на качество мяса. Курицу можно хранить как в свежем виде, так и в замороженном. Свежий продукт поставляется в магазины, его охлаждают при температуре 0,00 градусов Цельсия до плюс 4 градусов Цельсия с двухнедельным сроком годности, без использования холодильных установок. Срок годности замороженной продукции варьируется от 6 до 24 месяцев в зависимости от температуры хранения и от того, тушки это или куски мяса. Замораживание проводят в камере быстрого замораживания при минус 35-40 градусов Цельсия. И замороженные продукты должны храниться в помещении при фиксированной температуре минус 18 градусов Цельсия. Разведение кур требует полностью организованного оборудования, кормление цыплят и поддерживание необходимого климата – это очень важно. Сегодня возможности птицефабрики растут быстро. Прибыль от мирового куриного производства уже опережает прибыль от крупного рогатого скота и овцеводства на более чем 100 миллионов тонн. Ожидается обгон свиноводческой отрасли, которая сегодня занимает первое место на более чем 120 миллионов тонн в 2020 году. Статистика показывает, что в производстве мяса куриная промышленность является самой высокой, и она будет продолжать расти, так как куры имеют высокопродуктивный потенциал и являются самым дешевым доступным источником белка. Они выглядят многообещающе в решении проблем с питанием в будущем нашей планеты. Редактор субтитров А.Семкин